Друзья, всем привет! Переходите на YouTube, который еще не заблокировали, но если заблочат, у меня есть еще группа в Telegram, где я прям загружаю все видео из YouTube. Две группы в Telegram. В одной идет ссылки каждого видео с описанием на YouTube, и можно набирать там хэштег, слово какой-то интересующей темы вас, и все, и вы можете посмотреть. А на другом Telegram-канале просто видео загружены. Но не все могут из-за памяти телефона скачивать видео, чтобы посмотреть, поэтому два варианта в Telegram есть. Ссылка на YouTube, либо прямые скачанные эфиры. Так. Меня пять минут назад накрыло осознанки моего заикания. Точнее, как я выгляжу перед людьми со своими глупыми выражениями лица в этот момент. Так, и что? Что осознали? Интересно. Люди, которые заикаются, конечно же, транслируют себе о том, что они боятся, боятся выражать себя. Ну, это с детства, возможно, такой шаблон. Просто люди, которые заикаются, я знаю, у меня есть такие знакомые, они в кругу своих людей, там, в своей семье говорят хорошо. Но стоит разговаривать с кем-то незнакомым, малознакомым, все. Ну, человек не может говорить. Это страхи, которые можно тоже проработать. Заикание, в принципе, оно лечится. Так, ну, если это, конечно, не травма какая-то физическая. Я встретила мужчину, и у нас быстро вспыхнула любовь, взаимопонимание, сто процентов. Ну, и быстро, и потухло. Но мы до сих пор чувствуем, что так друг к другу. Но вместе быть не можем. Вопрос, да, себе задаём. Happy woman, the best. Задаём себе вопрос. Для чего я хочу, чтобы у меня всё потухло? Для чего он пришёл ко мне в жизнь, этот мужчина, да, что он хочет мне показать? То есть записываем вопросы, берём машинальное письмо, ручку, листочек, и, не думая, пишем ответы. То есть для чего я хочу, чтобы у нас с ним ничего не получилось, да. Возможно, там будут какие-то выгоды в виде страхов. Я боюсь там отношений, я боюсь продолжений, я боюсь там, что буду несвободна, отношения меня затянут, я буду там заниматься с ним, его, там, делами. Фокус внимания будет на нём, не на мне. Я себя там потеряю. Разные могут быть ответы, выгоды, да, почему мы хотим, чтобы не было отношений. Возможно, возможно, да, про отношения я говорила вот в прошлом эфире. Когда мы встречаем людей для тренировки, для какого-то опыта, и он пришёл на время, ну, вот такая вот роль. Пришёл на время для того, чтобы чему-то научить, чтобы вы вспомнили какие-то чувства, которые в себе забыли. Когда мы блокируем в себе, допустим, любовь, приходят люди даже на время для того, чтобы нам эти чувства показать, что всё-таки мы можем их испытывать, не надо их прятать. Либо мы глубоко внутри похоронили какую-то боль внутри себя, и не хотим её замечать, не хотим её видеть, чтобы разобраться с ней. Придут люди, которые будут нам эту боль из нас вытаскивать, которые будут показывать нам то, что посмотри. Мы зеркалим друг друга сильно. Ну, вот каждый человек, который в нашу жизнь пришёл, он нас зеркалит. Каждый. Не только какие-то близкие люди. Любые люди вокруг нас нас зеркалят. И если мы в себе что-то не хотим замечать, похоронили какой-то страх, похоронили какую-то боль, похоронили какие-то эмоции, какие-то чувства, придут люди с ситуациями, разговорами, поступками, будут в нас вызывать эти чувства, чтобы мы о них вспомнили. Например, человек, который себя всё время бросает, ставит на последнее место, пытается другим угодить, чтобы его больше любили, хочет, чтобы к нему было внимание. Но это говорит о том, что внимание к себе, там, нехватки какой-то, нет вот этой вот любви к себе, нет внимания. Человек не пытается понять, что он хочет, не пытается сделать для себя то, что он хочет. Даже если он узнает о своих желаниях, он всё равно боится, например, пойти и сделать это для себя. Вдруг не так подумают люди, вдруг не то скажут. Я себе хорошо сделаю, а им сделаю плохо. И вот человек всегда ставится на последнее место. Он боится боли какой-то. И вот приходит человек, раз, все пазлы сложились, всё хорошо, там, любовь, морковь, он раз и ушёл. То есть он пытается показать, и вам больно. Вашу внутри боль, когда вы себя бросаете, когда вы своего внутреннего ребёнка бросаете, когда вы бросаете свою внутреннюю женщину, свои желания, своего внутреннего творца бросаете, свои действия, не делаете то, что вы хотите, отговорками, там, а потом, а вот на это сейчас там денег нет, либо там знаний не хватает, либо опыта. То есть обесцениваете себя. И вот чтобы откопать в себе вот эти чувства, которые вы к себе забыли, да, приходят люди извне, и вы испытываете эту боль. Но не потому, что этот человек такой, Петрушка, плохой, пришёл вам эту боль нанести. Нет, каждый человек приходит в нашу жизнь для того, чтобы научить нас любить, обращать на себя внимание. Вот, и поэтому просто надо благодарить этих людей за то, что они какую-то боль нам принесли, и мы её в себе заметили. Это же наше чувство боли, это же наше чувство. Мы же и в своём теле это испытываем. Просто до этого как-то хранили, не хотели на это обращать внимание. Когда нас бросают, это мы, значит, себя бросаем. Когда мы охладели к людям, мы к себе и охладели. Так. Да, я боль похоронила, потому что мой муж умер два года назад. Люди, которые уходят с нашей жизни, они нам предоставляют такое благо, чтобы мы занялись своей жизнью, собой, потому что, блин, не ценим, не обращаем внимания. Так. Читая книгу «Исцелить нельзя игнорировать» у меня гастрит и изжога. Поможет эта книжка. И с гастритом, и с изжогой, конечно же. Так, дочитайте. Жду отзывы. Очень интересно. После прочтения, какие у вас там будут осознания. Я очень люблю обратную связь. Так. Что тут у нас ещё? Мы вместе не можем быть, но нам хорошо вместе, друг с дружкой. Непонятно, бывает такое. Давайте разберите шаблоны, что нам мешает вместе быть. Его дети, его жена, мой муж. Но сейчас мужа нет, окей. Расстояние, работа. То есть вы нашли, да, что мешает. И потом спрашиваете, а для чего я хочу быть на расстоянии, да? Для чего я хочу, чтобы нам работа мешала? Какие выгоды в этом? А для чего я хочу, чтобы там жена мешала? Какие выгоды? Жена — это проекция чужих желаний. Где я обращаю внимание на чужие желания, а не на свои? То есть получается, как матрёшку нужно каждый ответ рассматривать. А я это для чего хочу, а я это для чего хочу. А тут какие-то выгоды у меня. И вот так разбираете, разбираете, и у вас щёлкает осознание, когда вы меняете мышление, ну, реальность тоже меняется. Вывих колена. О чём может быть? Так, ну, в интернете психосоматику можете посмотреть, что мне новым приходит. Колено — это ноги, идти, двигаться, да? Вообще колени — это подвижная часть, сустав. Это гибкость. Ну, блин, логично тогда, что я не гибко двигаюсь вперёд. То есть строю планы, да, и пытаюсь им следовать. Допустим, ум придумывает какие-то пошаговые действия, да, для достижения какого-то желания, какой-то цели, которую мы ставим себе каждый день. И мы не гибки, не видим какие-то другие стороны. Например, то, что вообще эта цель не наша. Вообще нам это не нужно желание. Либо оно нужно, но не сейчас, в какое-то другое время. Либо не такими способами это желание должно достигаться. Но вот ум нарисовал какую-то картинку, что вот надо вот так, вот так, вот так делать, да, и колени нам показывают, что мы не гибки. И надо расслабиться, во-первых, и не думать, как вот это должно осуществиться. А делать шаги, пускай не в последовательности, пускай это будет вообще не в попад какие-то действия в сторону этого желания, но они будут здесь сейчас по радости. Специально, может быть, на работе вам что-то нужно доделать, поставили там, например, книжку написать или ещё что-то. И у вас есть план. Вот колено говорит о том, что не нужно вот этого плана придерживаться, потому что есть какие-то варианты событий, которые могли бы быстро осуществить какие-то ваши цели и планы, но вы их отметаете из-за того, что вот нацелились вот по таким шагам делать, и всё. И не разрешаете себе другими путями осмотреться, не прислушивайтесь к другим людям, которые могли бы уже решить ваши задачи. Люди — это вообще ресурсы. Все люди, которые к нам приходят в нашу жизнь, они исполняют наше желание. Ничего не исполняет наше желание, кроме людей. И, возможно, есть окружение, которое могло бы исполнить ваше желание, которое могли бы помочь чем-то, вдохновить делами, словами, какими-то связями, могли бы вдохновить вас дойти до цели, ну, другим путём, да, менее энергозатратным каким-то, а более ресурсным. Ну, вы как-то вот направили свой фокус внимания, что вот мне непременно нужно там машину купить, и вот я знаю только вот такие способы. И вот вы к ним идёте, а эти способы в этой реальности, они недоступны, и вы никак не можете осуществить это желание. А вы пытаетесь прогибать эту ситуацию. И вот, пожалуйста, вывих коленом. Так. Ох, сколько вопросов сейчас. Happy woman. Его бывшая жена. Ну, вот видите, как я догадалась, что мешает бывшая жена. Жена — это женщина. Женщина вовне — это воплощение нашей женской энергии, как я уже говорила, наших желаний. Если вам мешает с мужчиной другая женщина, то, получается, мешают другие желания. Где-то в их жизни он пришёл вам показать. Ваш фокус внимания лежит на чужих желаниях. То есть то, что вы хотите, вы не видите, но вам кажется, что то, что вам навязали, — это ваше желание. Где-то вам нужно пересмотреть свои желания. И не свои, да, разделить их и перестать следовать тем, которые вам не нужны. Как остановить бесконечную болталку в голове? Он постоянно страхи рисует, постоянно сомнения какие-то. Так рисуйте, если у вас такая обширная фантазия, используйте её во благо. Начните рисовать то, что вы хотите в своих фантазиях. Рисуйте то, что вы хотите. Просто когда вы заняты этим процессом, то в этот момент вы не можете заниматься другим процессом. То есть начните, не знаю, займитесь вообще рисованием. Начните рисовать ваши желания. Начните писать ваши желания. Начните придумывать какие-то действия для ваших желаний. А страх – это сигнал, что мы хотим получить этот опыт и пойти туда. В страхах все наши ресурсы, вся наша энергия и кайф. Поэтому обратите внимание, чего вы боитесь. Вам нужно в это точно идти. А если вы постоянно сомнения какие-то себе рисуете в воображении, сомнения – это тоже шаблон, который мы неправильно используем. Это программа. Мы же её и можем использовать на пользу. Начните сомневаться в ваших страхах. Начните сомневаться в том, что то, что вы думаете, что вы делаете не так, начните сомневаться. А почему я так думаю, что я делаю не так? Вы начинаете там сомневаться в другом человеке. Начните сомневаться в своём мнении, почему вы так сомневаетесь в другом человеке. То есть сомнения – это тоже такой же инструмент и наш талант, которому мы обучались, вы уже хорошо умеете сомневаться, так начните сомневаться в какой-то правде. Дело в том, что все правды, вы уже тысячу раз это слышали, от меня от всех, они ложны сами по себе. И все правды сосуществуют одновременно, составляя какую-то одну картину мира, какую-то истину. Но когда мы во что-то одно верим, мы отметаем всё остальное. То есть мы, получается, верим в глаз слона, а всего остального слона отметаем. Поэтому сомнения – это тоже хорошо. Начните сомневаться в тех вещах, которые вам не нравятся. Например, мне не нравится, что деньги нужно зарабатывать тяжёлым-тяжёлым трудом. Я в этом сомневаюсь, это же круто. Я сомневаюсь, что я могу бедной быть, потому что я знаю, что я всегда богата. У меня есть всё, у меня руки есть, ноги есть, тело есть. Есть ум, есть фантазии, я творец. Я буду сомневаться, что я жертва. Можно сомневаться. Распишите вообще, возьмите листочек, да, и распишите, где вы можете талантливо свои сомнения применить. Задача многих людей, вообще всех людей, и моя задача в том числе – научиться любить. То есть, внимать и принимать всё, как есть. Не пытаться это убрать из своей жизни. Не пытаться что-то остановить. Вот вы пишите, как остановить, да, сомнения в своей голове. Зачем их останавливать? Это наш ресурс, это наша энергия. Мы можем с помощью сомнений творить вот такие офигенные вещи, сомневаться во всякой фигне, да, но та, которая нравится – наблюдать её. Наше познание в этой жизни, да, наша жизнь, она вообще основана на том, чтобы мы развивались и принимали этот мир, вбирая в себя всё, оправдывая, почему это хорошо, как это можно использовать себе, на благо и всем людям, и всему миру, системе в целом. И каждый инструмент, который мы отрицаем – боль, там, страх, сомнения, ревность или ещё что-то, мы просто не умеем это готовить. Нам нужно понять, как этот инструмент классно использовать для себя. Если что-то нам не даёт покоя, и люди пришли к нам показать это всё дело, вот, они просто хотят нас научить жить и любить. То есть, принимать это, да, и учат это использовать. Если человек пришёл, там, с ревностью к нам, или жадностью, или убийца, или, там, насильник, или ещё что-то, он просто показывает, как то, что ты отрицаешь, считая плохим, есть в тебе. Что это просто нужно признать, да, у меня это есть, как я могу это использовать на пользу, так, чтобы всем было хорошо. Но отрицать – это как отрезать себе палец. То есть, это часть вас, и зачем это от себя отрезать. Шум в голове. Правым ухом хуже слышу. Уже читала психосоматику, пыталась разобрать, но не проходит. У меня шум в голове уже 4-5 лет, я вот с этим вам не помогу. Начинаю слышать всё. Писк розеток, как вибрируют предметы, звук от людей, звук от животных, звук от растений. Я это всё слышу, и я пока ещё не разобралась с этим. Но если переложить на физику, то это микро-микро-микро инсульты в голове, да. Это от стресса, от неправильного питания химического, от, не знаю, курить его нет, алкоголь, курение, химические какие-то препараты в виде лекарств, БАД, витамин и так далее. Вот. Если мы пересмотрим питание, что мы пьём, что мы едим, мы как минимум на физическом плане сможем уменьшить вот эту штуку. Вот. Но у меня шум в ушах, он комфортный. Поэтому не могу сказать, как это использовать пока что. Так. Быть в обществе богатых людей, чтобы стать богатым, я создаю общество, то надо создать сначала состояние жертвы? Нет, не надо состояние жертвы. Не понимаю, зачем состояние жертвы. Нужно просто прийти, находиться в том обществе, где вы меньше всего знаете, меньше всего имеете, меньше всего делаете, и вдохновляться, общаться с этими людьми. Жертвы-то зачем? Как наколдовать себе квартиру? Разобрать, что мне мешает иметь квартиру. Ну, например, не мешают деньги, ни время, ни место, ни знания, ни опыт, работа там моя тоже мешает, а нужно, где я там буду больше зарабатывать, там умений каких-то. А потом спросить, а что мне мешает иметь эти умения, что мне мешает иметь деньги, что мне это мешает, и разобрать вообще, что такое работа, разобрать, что такое деньги, что такое квартира, зачем вам эта привязка, ну и будет у вас квартира, и что там дальше, что случится дальше, для чего вам нужна эта квартира, какие там чувства, эмоции за ней стоят, что она вам может дать, чувство комфорта, или уберёт там страх завтрашнего дня, что вот всё, у меня есть жильё, и теперь я типа спокоен, и жизнь удалась. Вот, что стоит, во-первых, за квартирой, нужно понять, и что мешает им получить, тоже разобрать. У меня есть бесплатный эфир, деньги называется, там про квартиру, как раз-таки на примере квартиры я разбирала там 5 серий, фильм 10 серий, я около 5 серий разбирала квартиру. Посмотрите, для чего... Нет, он называется про деньги, ссылка в шапке профиля на YouTube-канал и на этот сериал. Как себя настроить так, чтобы начать получать удовольствие от интима? Блин, наверное, надо найти такого человека для начала. Вот, если человек вас химически притягивает, то и удовольствие будете от него получать. Если трезвая, то не чувствую ничего, когда не трезвая, то ещё ощущение, но без достижения оргазма. Каким способом убрать скованность? Ну, наверное, попробовать сначала найти такого человека, который вас будет просто вообще наэлектризовывать. Вы уже на него смотрите там в 100 метрах, а уже всё хотите. Псориаз уже везде. Не понимаю, зачем он мне нужен, какие вопросы себе задавать. Псориаз – это, во-первых, чистка, пересмотрите своё питание. Второе – токсичные мысли. То, что вы храните в себе токсичные мысли, очень много считаете неправильным, нехорошим, это всё внутри лежит, а вы всё такая вовне правильное, хорошее, и не используете ваши таланты, вот это вот всё использовать правильно, с пользой. Боитесь проявляться, боитесь себя показать по-настоящему, какая вы есть, потому что вас опять будет меньше любить, вы потеряете там друзей и знакомых, ставите себя на последнее место, псориаз. На коже, когда связь между внутренним, кожа-связь – это между внутренним и внешним миром, то есть внутри вы чувствуете одно, а снаружи вы другая. То есть вы пытаетесь коже показать себе, что вы не настоящая. Вы для других какой-то другой образ, не тот, который вы на самом деле являетесь. Очень сильно себя боитесь и стыдитесь. Стыдитесь своих слов, какой-то внешности, проявлений, плакать на публику, показать свою слабость, рассказать, какая вы настоящая, истеричная или еще какая-то. То есть вы боитесь, вам какому-то образу и каким-то правилам надо придерживаться. Вот кожа это и показывает. Вот в книжке истелить нельзя игнорировать. Вот про все вот это вот написано. «Всегда была бойцом и всех успокаивала насчет войны, а сейчас сама стала трусихой. Только сирена, руки и ноги трясутся, все пересыхает, и все силы и желания уходят. Что делать? Сейчас такое время, когда каждому, каждому нужно будет разобраться внутри себя и проснуться. Разобраться своими шаблонами, разобраться своими страхами, разобраться со своей внутренней борьбой, которую мы все время ведем. Дело в том, что коллективное сознание настолько достигло в критической массе ситуаций, когда война внутри, что она теперь проявлена внаружу. И те, кто не проснутся, они и в физическом мире скоро жить не будут. Поэтому сейчас просто время ускорилось в тысячу раз, в миллион раз. То, что раньше, возможно, мы могли познавать в течение 10 лет, сейчас эти 10 лет как за один день. И если вы до сих пор тормозите, то вас эта скорость просто убьет. Если вы начнете разбираться, что внешний мир нейтральный, не существует, голограмма в вашей голове, физический мир лишь проекция вашего сознания, и вы начнете перекладывать внешний мир на ваше сознание и разбираться, чем я творю, какими мыслями, каким фокусом внимания, зачем мне эта война, что она мне показывает. Внутренний конфликт между выбором, между волей, между желаниями, и пока вы это не осознаете, какими желаниями, чем вы ведете борьбу сами с собой, вот это вот вовне будет отражаться. Творцы никогда не будут видеть вокруг себя войну, она их не коснется просто, ну то есть она где-то там есть для напоминания, что да, вот такое возможно, и не забывай, пожалуйста, про внутренний конфликт, про внутреннюю войну, которую ты ведешь с собой, когда ведешь, когда не ведешь, вот к чему она может привести, вот, а жертвы будут в ней вариться физически, поэтому надо вот просыпаться сейчас. Время просто ускорилось в таких масштабах, вы даже себе не представляете, очень быстро идет материализация нашего желания, мыслей, каких-то образов в голове, физический мир. Если раньше на это нужно было там определенное время, то сейчас это мгновенно происходит, ваши мысли творят реальность. Как на пользу свои страхи, особенно насчет денег? Страхи нас всегда подстегивают, подстегивают, там, когда мы видим медведя, там, в лесу, например, то у нас либо ступор, либо бежать, либо нападать, что-то одно приходит, вот, либо вы впадаете в ступор и ничего не делаете, и страх вас от чего-то оберегает, что вы еще не готовы принять последствия того, что может произойти, если это реализуется. И пока вы с последствиями не разберетесь, да, то будет страх вас тормозить, чтобы вы не исполнили желание, то, что когда оно исполнится, вам придется принять эти последствия, но вы к ним не готовы. например, я хочу дом за городом, но я не готова ездить на работу 4 часа там на электричке, потому что это очень далеко. Я эти последствия пока не могу решить для себя, как я буду добираться до работы, то есть мне надо решить, либо работу поменять, либо, да, принять решение, что для меня ездить 4 часа на электричке, это будет по кайфу, как это сделать. Либо я там машину куплю, и тогда это будет не 4 часа, например, а полтора часа. То есть пока вы не решите последствия, вы себя тормозите страхом, и это хорошо, то есть страх это ресурс, который вам не дает сейчас столкнуться с тем, что будет еще хуже. То есть пока у вас не исполнено желание, вам плохо, а когда оно исполнится, вам будет еще хуже. И вот страх оберегает. Это с одной стороны, когда вы в ступор, допустим, встаете перед медведем, либо бежать. Бежать это когда вам нужно второй вариант. Страх вам помогает обратить внимание на другие желания, которые здесь сейчас вам нужны, и вам нужно идти и бежать, делать совершенно какие-то другие вещи, отстать от этой ситуации, которая вам просто не нужна. Этот страх вам показывает то, что это тебе сейчас не нужно. третий вариант, мы берем палку, там, не знаю, ружье, что мы делаем, нападаем сами на медведя. Не он, так мы его, да. Это когда нужно идти в страх. Например, я хочу петь на сцене, я разобралась со своим противоречивым желанием, что я не хочу каждый день потом тренироваться, работать. То есть последствия, если я решила стать певицей, выйти на сцену, будут такие, что мне придется тренироваться каждый день, работать с учителями, практиковаться, выезжать на какие-то концерты и так далее. Если я приняла эти последствия, то страх мне здесь просто показывает то, что там вся твоя энергия, ты только выйди на эту сцену и ты будешь очень счастлив. Приведу пример. У меня есть подруга Елена Неба, она звездный стилист. Она выиграла сейчас первое место в конкурсе Мисс Мира. Блин, обожаю ее. Забыла, как назывался этот конкурс точно. Она мне звонит и пишет, или я по дурости записалась на конкурс. Я точно знаю, что я его не пройду, кто я и какие там девушки будут с разных стран. Я ей говорю, да ты просто иди поучаствуй. Она говорит, мне страшно. Я говорю, нет, просто возьми, я не приму тебя такую подругу, которой страшно. У меня должны быть подруги бесстрашные. Пожалуйста, давай, просто поучаствуй. Это же кайф пойти, ну пофиг, что ты проиграешь, пофиг, что там ты будешь последней. Ну что из этого будет? Сам факт, ты познакомишься с разными людьми, выйдешь на сцену, там пройдешься в одном платье, пройдешься в другом, покажешь там творческий конкурс. Это же вот эта вот суета, сам процесс жизни, он такой кайфовый, такой радостный. Попробуй, мне страшно. Я с ней поболтала там пару дней, она вышла на сцену, и у нее уже с первого дня поперли проекты во всех сферах, там ремонт у нее дома там начал кипеть, там на работе у нее что-то там закипело, отовсюду какие-то приятки начали прилетать, подарки прилетать. Она просто кнулась в эту атмосферу и говорит, Нелли, ты не представляешь, вот уже там несколько дней они готовятся к этому конкурсу, там несколько дней он шел. Я говорят, столько энергии получаю, столько кайфа, и она выиграла первое место, представляете, я так за нее была рада. Просто девушка пошла, как я ее попросила, уговорила просто получить энергию. В ее страхах был весь кайф, в ее страхах она получила просто столько энергии, столько радости, столько плюшек. она выиграла поездку в Турцию, приедет ко мне в гости, она выиграла корону. Это просто кайф, я даже не знаю, как это сказать. То есть в страхах все наши ресурсы, которые нас защищают, чтобы мы сейчас просто разобрались с последствиями, либо они нас защищают от того, что это вообще не наше желание, нам туда не нужно идти. Это желание какое-то навязанное, допустим. Нам кто-то сказал, что ты будешь крутой за рулем, поэтому хочется водить машину, но ты боишься. Тебе туда и не надо, значит. Просто нужно искренне послушать себя. Ты себя от последствий оберегаешь, это не твое желание. Либо тебе туда нужно идти, если тебе ничего не мешает, и получить там огромную порцию энергии, радости. Кайфа и вырасти. То есть страх – это такой замочек на двери, если мы выйдем, то там вся наша энергия. Это звонок о том, что туда нужно идти. Поэтому в страхах ресурсов очень много. Очень хочется наконец-то встретить мужчину и снова любить, и чтобы взаимно и надолго. Ну вот, для этого мужчина – это отражение вас в зеркале вашей мужской энергии. Чтобы познакомиться с собой в зеркале с вашей мужской энергией, что нужно сделать? Себя начать любить взаимно и надолго. Для этого почитайте книжку про любовь мою. Истелить нельзя, игнорировать. Там вот прям всё про любовь написано. И тогда и мужчину встретите, и не только. Вены увеличиваются на ногах. Варикоз. Там даже про варикоз есть в книжке. Блин, книжка универсальная. Кровеносные сосуды наши, они, получается, питают всё наше тело, переносят микро-макроэлементы, кислород и очищают. Если у вас проблемы с сосудами, значит, у вас проблемы и с сердцем. Сердце, сосуды – это то, что вы мало взаимодействуете с этим миром, мало даёте, мало берёте, не умеете принимать, не умеете отдавать. Держитесь постоянно за что-то. Всего вам не хватает. Надо побольше чего-то получить. Отдать ещё сложнее. Вены – это взаимодействие, да, себя со всем. Можно так сказать, если переложить всё время, мне кто-то что-то пишет. Не вы, не в чате. Так. Привет, Нелли. Кивает весело головой Нелли. Нелли, как насчёт проживания своих желаний? Можно ли проживать, фантазировать и наблюдать со стороны? Ну, это как визуализация, да? Вы можете это делать? Ну, а что от этого? Скажите мне, пожалуйста. Чтобы желания воплощались, нужны действия, а не голова. Как несправедливость обратить себе на пользу? Хороший вопрос. Давайте подумаем. Где-то вы, первое, несправедливо относитесь к чему-то, ну, к себе, конечно же, из конца учебника. Несправедливо к себе относитесь. Если вы видите несправедливость вовне. Несправедливо – это опять ставить себя на последнее место. Там, где нужно выбрать себя, вы выбираете по каким-то причинам, там, страхи. Страхи, что что-то не так сделают, подумают, уйдут, бросят, накричат, там, не будут любить. Где-то вы себя несправедливо относитесь. Как несправедливость использовать на пользу? Хороший вопрос. Сейчас мы подумаем. Ну, первое, понять, да, что мы несправедливы к себе. А второе – несправедливость. Что такое вообще, надо шаблон трансформировать? Справедливость, несправедливость. Справедливость – это когда… Давайте описание с вами подумаем. Справедливость – это когда все счастливы. Несправедливость – это когда один выигрыши, а другой нет. Но если мы посмотрим на нашу жизнь, что кроме нас-то никого нет, и у каждого свой мир и своя проекция, то даже если вы несправедливо к кому-то отнеслись, как вы считаете, в его реальности он получит все по справедливости, исходя из своих желаний и мыслей. Все пазы желаний совпадают. И, например, если вы кому-то навредили, то не стоит себя винить за это, потому что не вы ему навредили, а тот человек сам себе навредил, потому что пазы желаний совпадают. Он вас и притянул для этого, чтобы себе навредить, но не для того, чтобы вот прям вред принести, а для того, чтобы вы ему показали, как он сам себе вредит, да, и увидел это. Не все просто люди осознают и анализируют осознанно эту жизнь. Даже если тот человек не осознает, ему будут вредить все вокруг, пока он не увидит вредность отношения к самому себе, то есть как он это проецирует сам себе, то есть как он своими желаниями создает. Не вы, так другой. А после вас еще будут сотни таких, и до вас были тысячи таких же, кто ему вредил, но не потому, что все такие вредные к нему притянулись, а потому, что он сам по себе себе все время вредит и притягивает людей, которые все время пытаются ему это показать в отражении в зеркале, как это он с собой делает. И если вы считаете, что вы несправедливо с кем-то поступили, то знаете, что вы с ним справедливо поступили, потому что ему нужен был этот урок. А вот если вы ему не дадите этот урок, за которым его душа приперлась к вам в вашу реальность, справедливо якобы умом поступив, вы поступите к нему несправедливо. То есть ему придется опять наступать на те же граммли после вас. И он будет наступать до тех пор, пока чувак какой-нибудь не скажет, блин, я выбираю себя и к себе справедливо сейчас поступлю, а к тебе несправедливо, вот учись на своих ошибках, давай. И это будет по справедливости. Надеюсь, кто-нибудь шаблон, который сейчас рассоздала, поймет, что справедливость – это несправедливость. Когда вы своим умом справедливо кому-то попытаетесь отнести, вы отберете у него опыт, у этого человека. Вы отберете шанс, с которым вы к нему пришли и не дали ему этот шанс. И вы, получается, к себе несправедливо поступили, потому что те последствия, которые могли быть, если бы вы дали ему шанс, с вами были бы другие тоже последствия, были бы и другие какие-то опыты. И вы и себе тоже, получается, шанс в чем-то не даете. Мы все время резонируем с людьми, и пазлы совпадают с желанием. И если вы считаете, что бы вы ни делали, если вы считаете, что это справедливо, как творец, то это будет реально справедливо для всех, и все быстрее получат опыт свой и не будут наступать дальше на эти грабли. А то время-то идет, а опыт все никак не проходится. Так что будьте несправедливы к людям, но справедливы к себе, и тогда вы будете всегда справедливы ко всей системе, получается так. То есть вам нужно свою функцию отыграть. Так, всегда восхищаюсь тобой, как ты можешь проявляться, не задумываясь, поймут тебя или нет. Это уникальное. Спасибочки, я ваше зеркало, делайте так же. Очень сильное поле у тебя. Спасибо. Сохрани эфир обязательно. Поздравляю, Лену. Да, Леночка, если ты смотришь мой эфир, я знаю, ты всегда смотришь мой эфир, и я тебя еще раз поздравляю, ты умничка. Так, я стала смотреть вас месяц назад, и столько от вас узнала, у меня шоковое состояние. У меня от себя шок очень часто. Так, переосмысление произошло во многом. Спасибо вам. Я очень рада, что вы меня смотрите, и мне это очень приятно. Я люблю обратную связь, люблю отдачу. Если поле мое работает с вами, значит, это работает, значит, это классно. Если я могу улучшить систему в целом, ну, от этого всем хорошо, и мне в том числе. Как я сказала в прошлом эфире, я помогаю людям не потому, что я хочу помочь людям. Нет, я эгоистичная девушка, и я не хочу помогать людям. Мне все равно вообще на вас всех. Но если я помогу системе в целом, эта система мне даст в обратку больше. Ну, то есть, организм, рука вторая, в глазах, волосы, нога там или еще что-то. Вот какой-то орган, какая-то клеточка у меня сдувается, не энергоресурсная. Она не может работать, потому что она думает, что у нее куча страхов. А вдруг вот эта рука скажет, я не могу хорошо работать, брать, у меня еще недостаточно опыта, это недостаточно знания. А вдруг нога про меня что-то не так подумает. Она же ходит, а мне тоже надо ходить там. Либо мне надо смотреть, как глаза. А я тут как рука, какая-то странная, непонятная, от всех отличаюсь. Либо нос скажет, что-то я не такой, как все. Не хватает мне опыта и знаний быть как рука или быть как глаза или еще что-то. Я недостаточно умен, хороший. Вообще я себя не ценю. И мне куча всего нужно сделать, чтобы меня любили. Скажет нос. Скажите, это же бред. И этот нос начнет погибать потихонечку. Потому что он не принимает от тела и сам не проявляется. Он будет отмирать от этого тела. То есть это грубо, конечно, сказано, но примерно. Так же, как и каждый человек, мы все клетки одного большого единого организма. Если один человек отказывается что-то делать, то страдает весь организм. Если нос откажется дышать, глаза смотреть, там рука что-то делать, весь организм страдает. Всему организму придется за эту руку, за этот глаз, за этот нос брать ответственность, брать работу и как-то пытаться выжить без носа или без глаз, без зрения. Обостряются какие-то другие чувства у человека, когда он слеп или глух, или нем, или когда не может ходить, или у него рук нет. То есть идет нагрузка всего организма, то есть весь организм выполняет функцию за этот орган, за эту клеточку. Вот. И представьте, что мой мир, это же не только я. Не только я одна клетка. Я как Нелли, как человек. Весь мир — это вся система. И если в этой системе есть люди, которые не хотят ничего делать, у которых нет энергии, у которых проблемы какие-то, которые себя все время обесценивают, страдаю я. чтобы мне попить чай, мой самый любимый пример. Все люди мира потрудились для этого чая. Каждая песчинка, созданная вокруг нас, это дело рук человека. И представьте, что кто-то скажет, я не буду выращивать этот чай, а я не буду электричество изобретать, а я чайник не изобрету, а я там материалы не сделаю, я там завод не построю, на котором эти материалы делают, а я там упаковщиком не буду работать, а я тем, тем. Если хоть кто-то выпадает из этой системы, весь мир не попьет этот долганный чай, потому что все связано. И чтобы мне попить чай, мне нужно, чтобы весь организм умел работать, умел жить, умел быть, проявлялся и делал то, что ему предназначено. Просто быть, жить и делать то, что он может делать, и не делать то, что он не может. И если каждый будет здоровый, то мое тело здоровое. Если есть хоть один, кто мертвый, а таких сейчас много, к сожалению, то и мой весь мир такой же будет, наполовину мертвый. Поэтому я чисто из эгоистических побуждений. Скажи, если мужчина хотел сделать предложение, а сейчас тормозит с этим, это мой затык? Ну да. Это я не хочу? Нет, этого вы хотите. Задайте себе вопрос, для чего я хочу, чтобы мужчина тормозил с предложением? Это я его торможу. Всегда берите ответственность за все, что в вашем мире происходит, на себя. Я для чего-то этого хочу. Мне выгодно, чтобы он не делал предложение. Выгоды в страхах, выгоды в последствиях, которые вы не готовы принимать. Вас тормозит, сомнение вас тормозит. Любая мысль о том, если вы будете задумываться о будущем, какое оно будет, а вдруг так сложится, а вдруг так, а я вот ненадежна, а может мне надо другого поискать, а у него что-то не так, он там не умеет готовить, или он там храпит, или еще что-то. Любая мысль тормозит вам исполнение желаний. То есть примите решение быть с человеком не почему, без причины. Я просто хочу, это достаточная причина. И тогда он будет с вами. Но когда у вас есть причина, почему с ним быть, тогда это будет тормозить вас. Субтитры создавал DimaTorzok